О том, что любое заболевание лучше предупредить, нежели потом лечить, ни для кого не новость. Необходимо заниматься не только профилактикой, но и отслеживать состояние своего здоровья. Для этого существует несколько обследований, которые желательно делать ежегодно. Первое – это общий клинический анализ крови. Он может показать наличие заболеваний крови, наличие воспалительных реакций и каких-то аллергических реакций. Второе – это общий анализ мочи. Он поможет оценить состояние мочи половой системы и углеводного обмена. Наличие в этой биологической жидкости лейкоцитов может означать воспаление, а по уровню показателей можно даже определить, какой орган воспален. Также анализ мочи может указать на развитие сахарного диабета, как, собственно, и еще один желательный ежегодный анализ. Третье – это сахар крови. Он покажет опасность развития сахарного диабета. Четвертое – это биохимический анализ крови. Он оценит функцию желудочно-кишечного тракта, работу печени, поджелудочной железы и почек. Биохимический анализ крови покажет и работу обменных процессов в организме. Это один из основных показателей здоровья. Также желательно сделать анализы на ВИЧ и гепатит. И еще одно важное обследование – это флюорография. Она поможет оценить состояние легких и плевры. Следующее обследование, которое нужно пройти – это кардиограмма. Она оценивает состояние сердца и помогает выявить заболевание системы кровообращения. Следующее обследование, которое нужно пройти – это консультация офтальмолога. Он определит остроту зрения, проверит глазное дно и проверит внутриглазное давление. Также желательно посещать стоматолога, женских и мужских врачей. Большинство из этих обследований можно пройти в рамках обязательного медицинского страхования. Анализы вы можете пройти в поликлинике по месту жительства бесплатно в рамках диспансеризации взрослого населения и профилактического осмотра. При этом неважно, бесплатно вы прошли обследование или платно, с результатами обязательно необходимо обратиться к специалисту. Сам пациент очень часто не может правильно оценить результаты анализов. Это сделает только врач-терапевт или узкий специалист. С результатами анализов вы можете подойти к участковому терапевту или терапевту в клинику для оценки состояния здоровья, для получения рекомендаций. И если потребуется, назначение дополнительных обследований и консультации узких специалистов. Проходить подобные обследования необходимо всем. Есть ряд заболеваний, которые протекают совершенно бессимптомно и говорят о себе только при запущенных случаях. Выявить их на ранней стадии можно только при обследовании.